Рей, направо, марш! В спорте я давно, с первого класса, можно так сказать, занималась легкой атлетикой, занималась баскетболом, но тогда, в то время, женского дзюдо не было официально принято, это еще был Советский Союз. В 1986 году приняли женское дзюдо и начали преподавать официально. Пришла моя подруга детства, поехали, у нас есть город такой Белозерск, в Добропольском районе, поехали, говорит, в Белозерск. Я спрашиваю, почему, почему мы туда поедем? Она говорит, будем учиться драться. Полтора года мы тренировались в городе Белозерске, пока не открыли официально в Доброполе. Сейчас у Ирины Алексеевны тренируются 4 группы детей по 20 человек в каждой. Ежедневные нагрузки совсем не пугают тренера, ведь без своей любимой профессии женщина не представляет полноценной и счастливой жизни. Ирина Алексеевна твердо уверена, обучение дзюдо – это процесс постоянного роста. Сначала занимающиеся осваивают правила техники безопасности, учатся падать, затем изучают технику захватов и бросков. Полученные знания стараются применить в ситуациях, когда партнер пытается вывести из равновесия. Именно дзюдо отлично помогает закалить характер. Любая работа по-своему сложная, но тем не менее мы ее сами выбираем. Моя работа мне нравится, поэтому я 25 лет непрерывно никуда не меняла организацию. У нас детская, юношеская спортивная школа. Работа мне нравится. Сложность. Да, устаешь, да, было как-то желание, все надоело, не хочу, уйду, поменяю это самое. Ну и тем не менее утром встаешь и все равно из-за дня в день идешь на свою любимую работу. Конечно же многие новички, узнав, что тренер женщина, сначала воспринимают Ирину Алексеевну не совсем серьезно, но в процессе активных тренировок понимают, с ней не расслабишься. Потому что эта хрупкая женщина по своей натуре и замечательный тренер, и настоящий спортсмен в одном лице. Здравствуйте, а вы тренер? Я говорю, да, я тренер. Ну так, по-разному. Кто с удивлением, кто с каким-то таким. Там, тетка так теткой, недоверие, можно так сказать. Ну а потом уже в процессе тренировок, в процессе общения уже понимают, что с этой теткой особо шутки плохи. Смотрим внимательно. Проход левого, вот потянуть, раз. Вот этот, раз, и бросок. Делаем проход, вот раз, вот ваш выход. И, прошу, бросок. Я страховка. Задняя подножка, ваша нога должна что? Я прошла. И по две встали. Настолько плотно встали, чтобы осталось потянуть вот руками, и он уже сам упал. Занимаясь дзюдо, ребенок учится упорству, умению противостоять трудностям и преодолевать препятствия. Можно с уверенностью сказать, что какой бы путь в будущем не выбирали воспитанники Ирины Черкасовой, прочный бойцовский характер и моральные качества, заложенные на занятиях дзюдо, всегда пригодятся в жизни. А тренер остается другом навсегда. Тренер – это не только педагог. Он и друг, и товарищ. У нас были даже такие случаи, что приходят воспитанники и говорят, я хочу, чтобы вы были моей крестной. На свадьбы приглашают, на проводы. Пацаны вырастают, приглашают. Детский тренер – это прежде всего человек и педагог. А такие тренеры-преподаватели, как Ирина Черкасова, безусловно, помогут любому ребенку стать полноценной личностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова